Моё почтение и уважение дорогим гостям! Сказка Джани Радари «Страна, где нет ничего острого». Джованнино Бездельник очень любил путешествовать. Путешествовал он, путешествовал и оказался в удивительной стране, где дома строили без углов, они были круглые. И крыши тоже ставили не углом, а плавно закругляли. Вдоль дороги, по которой шёл Джованнино, тянулась живая изгородь из кустов роз, и ему, конечно, захотелось вздеть одну розу в петлицу своей курточки. Он собирался осторожно, чтобы не уколоться от шипы, сорвать цветок. Как вдруг заметил, что шипы нисколечко не корются, они оказываются вовсе не острые и только слегка щекочут руку. Чудеса, да и только, удивился Джованнино. В ту же минуту из-за куста с розами появился городской стражник и, очень вежливо улыбаясь, спросил его, «Вы, должно быть, не знаете, что нельзя рвать розы?» «Мне очень жаль, я не подумал». «Тогда вам придётся заплатить только половину штрафа», сказал стражник, всё с той же приветливой улыбкой, и стал выписывать квитанцию. Джованнино заметил, что карандаш у него был не заточен, совсем тупой, и спросил стражника, «Простите, а можно взглянуть на вашу саблю?» «Пожалуйста», – ответил тот и протянул Джованнино свою саблю. Она тоже оказалась не острой, а тупой. «Так а что же это за страна такая?» – удивился Джованнино. «Куда я попал? Здесь всё так странно». «Это страна, где нет ничего острого», – объяснил стражник. И так вежливо, что все его слова надо было бы писать только с заглавной буквы. «А как же гвозди», – удивился Джованнино. «Они ведь должны быть острыми. Мы давно уже обходимся без них, ведь есть клей. А теперь будьте добры, дайте мне две пощёчины». От изумления Джованнино широко открыл рот, будто собирался проглотить сразу целый торт. «Что вы?» – воскликнул он наконец. «Я вовсе не хочу оказаться в тюрьме за оскорбление городского стражника. Уж если на то пошло, так это я должен получить две пощёчины, а не вы». «Но у нас так принято», – любезно объяснил стражник. «Полный штраф – это четыре пощёчины, а половина штрафа – две». «Две пощёчины стражнику?» «Стражнику». «Но это ужасно несправедливо, так нельзя». «Конечно несправедливо, конечно так нельзя», – ответил стражник. «Это настолько несправедливо и ужасно, что люди, чтобы не давать пощёчин ни в чём не повинным стражникам, просто не делают ничего такого, что запрещается законом и за что нужно брать штраф». «Ну так я жду, дайте мне две пощёчины». «И в другой раз, сеньор путешественник, вы, конечно, будете осторожнее, не так ли?» «Но я не хотел бы даже ущипнуть вас за щёку, не то что ударить». «В таком случае я вынужден проводить вас до границы и предложить покинуть нашу страну». «И Джоаннино, ужасно пристыжённый, вынужден был покинуть страну, где нет ничего острого». Однако он до сих пор всё ещё мечтает вернуться туда, чтобы жить по самым вежливым законам на свете, среди самых воспитанных людей, в домике, где нет ничего острого. Подписывайтесь, дорогие любители сказок. Желаю вам сказочной мудрости!